добрый день друзья сегодня мы начинаем впервые в мире учимся торговли опционами вместе так называется наша передача то есть роман исаков из москвы который сейчас нами добрый день роман добрый день начал изучать опционы сам будет их изучать и мы будем вместе с ними изучать упираться в проблемы доблестно их решать мне кажется это будет очень очень интересно вам слово роман ну давайте познакомимся я роман и начнем того что такое акцион это простейшем случае это страховка которая которую мы покупаем или продаем вот страховка у нее есть страховые случаи это есть страйки так называемые допустим вот мы покупаем страховку для автомобиля что ну если мы чего-нибудь ударимся помнемся наступает страховой случай на выплачивать деньги точно так же и здесь на опционах мы его покупаем рассчитывая на то чтобы получить страховку но есть еще такой момент что упрощает торговлю от этой страховки когда она подросла может любой момент избавиться то есть точно так же как при торговле акциями фьючерсами мы вот купили от какого-то уровня например или от своей стратегии страховка выросла и ее можно точно так же продать есть нюансы что страховка на опционах работает в две стороны как на покупку так и на продажу ну то есть если мы рассчитываем на то что актив пойдет вверх или пойдет вниз мы должны страховку покупать там есть такой кол и пут колы это купля путы это продажи соответственно мы должны это покупать если мы говорим что мы являемся страховщиком и страховой случай для нас не должен наступить мы должны страховки эти продавать также можно в акционах строить всякие там конструкции из акционов с разными разными страйками есть очень хороший сайт вот акционру сейчас я вам покажу и если что-то еще не объяснил ну кому-то что-то непонятно задавайте вопрос я постараюсь объяснить так начать демонстрацию экран а ну начну с того что еще торгую я на сбербанке на фьючерсах и акционах сбербанк ну потому что у меня депозит собственно небольшой он равняется 25000 я скажу сколько именно но 26 700 значит что здесь было я строил стрэнглов это вид конструкции такой который имеет два плеча то есть независимости от того куда пойдет рынок ты получаешь прибыль либо от покупки так же как и на фьючерсах все то же самое все абсолютно точно так же как на фьючерсах единственное что для опционов нужно больше денег иметь ну чтобы ими нормально торговать строить хорошие конструкции которые ну почему нет из такого цена ты можешь поставить точно так же иметь и поставить точно так же так вот все абсолютно вот смотрите вот опционы открываем вот график опционной торговли ну вот именно сбербанка со страйком вот это вот колл по 7 по 7000 ровно вот он торгуется вот ты точно так же уставляешь здесь выбираешь заявку какая-то рыночная стоп ордер или не стоп точно так же вот можешь купить или продать роман давайте нажмем кнопочку скрыть вот на нижней белой полосе чтобы она не мешала не закрывала скрытие когда я вот начинал так вопросы еще есть сейчас гляну вы так ограничен нашу ну да в общем то стрэдл 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 я не совсем разобрал я что различие между стрэнглом и стрэдлом это то что эта галочка имеет разные основания но суть в у этой галочки вот мы сейчас возьмем и сделаем прям простой портфель работать сайт опционру под застрял очень хорош да я вижу что застрял а вы вы кстати убрали внизу это скрыть вы по моему не нажали на скрыть нажал нажал а это у нас что-то не идет это сейчас сейчас я еще обновлю себя в системе почему-то не идет хорошо вот сейчас другое пошло то есть вот мы берем ну допустим тот же сбер создаем портфель и вставляем я покупал сбербанк со страйком 7000 поле их 25 штук добавляем продавал я фьючерсы но не помню цену точно надо посмотреть в дневнике но сейчас от балды напишу в принципе она будет по здесь на только 12 и нажимаем скрыть построить график здесь мы видим сейчас наится график в котором есть так называемая это галочка есть у нее левое плечо есть правое плечо правое плечо на рост левое плечо на падение соответственно вот в этой точке у нас центр плеча и здесь мы сформировали эту конструкцию что было дальше дальше был рост здесь вот его видно вот я закупался где-то 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 вот в этом районе по 170 рублей за контракт соответственно по 500 я все распродал оставил две штуки ну хочу посмотреть что за экспирации с чем ее едят потом расскажу обязательно также я у меня был перевес вот этого вот плеча 12 контрактов ну не 12 а потом еще набрал пока не знал что она так высоко пойдет думаю он ниже упадет и закрывал я их выше 75 вот примерно где тут я закрыл все длинные опционы и вот здесь в районе 74 я закрыл короткие позиции соответственно вот по 75 я еще продался между ниже 73 90 и там вообще мне хорошо будет а ну да колл купить путь продать если рассчитываю на то чтобы нам нужна страховку меня все время покупаем если мы выписываем страховку мы и продаем точно так же чтобы открыть ну закрыть открытую позицию надо противоположным ордером точно так же как на включение чем вообще сложного нет долго я разбирался с тем что вот это вот такая за таблица страшная я прям не знал куда жать боялся всех этих кнопок но посидев пару дней я подумал значит давайте посмотрим здесь вот есть колы путы вот эта центральная линия она наверное везде так я не знаю потому что ну это альфа директ других наверняка такая же есть доска опционов вот центральной линии это то почем сейчас торгуется фьючерс кстати а тракт опциона это один контракт фьючерса на америке немножко по-другому на америке один контракт опциона это сто или тысячи акций в зависимости от лота какой там его значит мы берем кликаем допустим вот на кол два центральных страйка неважно как какой больше нравится лучше конечно в деньгах не знаю почему еще не разобрался как разберусь отвечу почему в деньгах лучше ну и соответственно есть колы пут значит если мы рассчитываем на то что цена пойдет вверх мы покупаем колы если рассчитываем на то что пойдет вниз мы покупаем путы я долго соображался этим почему покупка когда продать ну да ладно проблемы которые здесь есть это то что у меня был strike 70 вот этот я покупал колы когда они выросли ликвидность в стакане ну фактически вот две строки снизу две строки сверху у меня 24 контракта который я держу 25 да и вот такой вот торговлей который происходит сделка там раз в 15-20 минут не было реально сложно распродать все 20 контрактов хотя вот ну казалось бы мы открываем график сбербанка здесь была возможность там сколько он стоял три часа данную два часа стоял здесь там на 15 минут и график раз два три 4 5 6 но тоже часто точно стоят я не могу продать эти опционы висят и все они покупают их по 500 нет никому дальше какие у меня планы на сентябрь я не отпуск приеду я это в конце сентября буду формироваться на следующие опционы я куплю тут и по нефти думаю она вниз пойдет один или два контракта просто так посмотрю и собственно продолжу изучать эти конструкции если есть вопросы давайте внутри тоже гляну куда я должен слиться ну потеряете деньги то в этом смысле он трейдер васи не верит ваш талант а мы верим я не могу продавать опционы но по какой-то причине мне альфа не дает их продавать ну и собственно ну и ладно не вопрос там есть очень очень много конструкций всяческих вот я читал книжку он порядка их десяти штук на которых можно только покупать опционы но и соответственно если мы переворачиваемся те же десять штук на которых мы можем продавать опцион никаких цены дремучий лес до дремучий зато здесь можно такую штуку сделать который на фьючерсах никогда не делаешь понятно блин спрашивает что за альфа директ 4 я ну как сказать поборка лотереи вот юрий пишет ты же не лотерею пишь покупаешь ты покупаешь именно вот как страховка на автомобиль вот ты думаешь вот блин ну стопудово там газпром пойдет выше что купить тех же фьючерсов мне надо одно было чтобы купить большое было достаточно большое по сравнению даже с акцией чтобы купить опцион мне нужно десятую часть может быть ладно хоть половину того что нужно на фьючерсах ты можешь выбрать точно такой же риск взять столько же опционом сколько и на фьючерсах а до распадов клоны есть такая штука бери его стоит учитывать если ты продаешь опцион пока на мой взгляд потому что если ты купил опцион и он еще и растет правильным направлением то страховка твоя дорожает и в любой момент она кстати ну не распадается но я не видел вот собственно а вот графика я не вижу где он распадается вот вот тот рост который был на днях на прошлой неделе вот он с ну я про фьючерсы говорю сбербанк он рос 70 там 69 да вот до этих 75 вот он вот этот рост может быть опционы с опозданием пошли там вот она и вот здесь вот был первый пик 75 падается вот сейчас пошло снижение да вот тоже опционка не распадается давно есть это значение она вот обозначена буковкой тетта греческая он распадается по 6 рублей 23 копейки в день это если он не плюсит а если плюсит нормально сиди радуйся жизни роман следующего роман а вот антонио пишет вам фиксировать прибыль надо было не продавая колы а продавая фьючи во фьючах всегда есть ликвидность как вы ответить антонио да можно было и так можно было и так но тогда бы пришлось дождаться экспирация я не хочу рисковать на там на 25 контрактов которые у меня были я вот сейчас оставил два посмотрю что такое операции он все правильно говорит можно было и так но это надо ждать я здесь вышел зафиксировался в общем-то ничего страшного не произошло я пока ну вот движение я заработал с 25 пищи у меня сейчас получается депозит и открою 26 700 она гораздо меньше на чем если я купил ключи по 70 даже по 70 вот я где-то вот здесь вот формировался вот в этом месте а там понятно что вот это движение хорошее там почти пять пунктов большим нормально пять очков ну и чё никто не гарантировал что вот опять отсюда же мы дальше быстро ну по крайней мере нельзя было так сказать что мы железный не пройдем а так пошли бы вниз я бы заработал у них пошли наверх я заработал наверх вполне себе интересно понятненько ясно роман спасибо большое что еще хотите нам сегодня рассказать или пока на этом сегодня остановимся я думаю по следующем разу я подготовлю рассказ о том какие есть конструкции честно не делать вот по этим скажу что вот этот график значит ну и какие-то свои соображения по конструкции которую я буду делать хорошо договорились когда следующий раз думаете какому дню подготовитесь приблизительно я у меня 12 числа свадьба потом уезжаю в отпуск приеду там 25 26 ну соответственно в понедельник 28 сентября роман исаков опционы роман но теперь же расскажите о главном на ком вы женитесь кто эта девушка торгует ли она на финансовых рынках нет не торгует меня поддерживает всячески ясно обсуждаю с ней свои успехи и неудачи самая главная поддержка и у нас все здорово ну отлично ну что тогда поздравляем вас заранее с днем свадьбы желаем счастья успехов и 12 сентября коллеги все пожалуйста давайте выпьем за здоровье роман исакова и его молодой супруги спасибо спасибо вам роман и удачи на рынке будем надеяться что и те кто нас услышали тоже бы стали несколько ближе к опционам спасибо спасибо